здравствуйте дорогие друзья снова я бы едем мы сейчас с вами по 91 шоссе штате вермонт путь я свой держу штат массачусетс я выбрал тему о которой хотел бы поговорить тот момент что будем говорить с вами вы можете смотреть то что я его движу перед собой природа природа сша красивая но это не заслуга американцев это заслуга планеты планета конечно здесь постаралась это не единственный место где она постаралась поэтому просто просто давайте посмотрим на красоту а я хотел бы поговорить с вами о том что происходит сша давно я не касался этой темы какое-то время я отвлекся на события в беларуси события в россии вот об этом мы тоже сегодня чуть поговорим но в америке ситуация ухудшается и очень сильно очень серьезно я предвидел предполагал предсказывал что это будет происходить и в общем то все идет так как я принципе думал криминогенная ситуация стране ухудшается просто семимильными шагами люди стараются у кого есть такая возможность у кого еще есть там какие-то деньги стараются покинуть крупные города очень это распространенная практика в нью-йорке покидают мангеттан покидают нью-йорк потому что потому что опасно опасно просто там находиться там жить там перемещаться ездить ходить опасно если я даже не знаю если надо будет решить если буду продолжать делать свои излюбленные репортажи прогулки вечерами не знаю надо об этом думать возможно и не буду полиция почему это все происходит понимаете тут много крым многогранная проблема с одной стороны полиция ну в общем переживает очень сильная такую волну увольнений если кто-то из полицейских не хочет подчиняться вот это вот понимаете их давит чтобы они подчинялись толпе бред как можно наводить порядок и при этом подчиняться толпе непонятно но вот а те кто отказывается их увольняют увольняют много тех кто соглашается они работают под таким прессом ненависти населения под таким прессом ну тех ожиданий которые от них ожидается руководителями государства руководителями там полицейских департаментов которые в общем-то и являются посредниками между государством и офицерами в общем высказывается то как надо себя вести в общем они доводят до личного состава политику страны по отношению внутреннюю политику как надо действовать в общем я посмотрите пожалуйста ролик полиция уже давным-давно привыкла хороший денек да не особо когда вы тут о как жаль но не беспокойся я только представь ухожу вы победили ребята два месяца дорогуша я увольняюсь вы увольняетесь да братан и как вы себя по этому поводу чувствуете отлично себя чувствую можно сказать что охуенно да ухожу из департамента вы победили ребята ухожу вы победили здесь как раз вспоминается мне песня мама анархия папа стакан портвейна как раз для америки очень актуально наркоманы и бомжи преступность никто не будет следить за правопорядком в этой стране америка скатывается америка и раньше я говорил что очень сильно мне напоминала страну третьего мира богатые люди да наверное имели хорошие здесь возможности но я понимаете я привык судить по основной массе людей я обычный человек я следил или смотрел за тем что происходит в жизни обычных людей и это как раз очень сильно уже смахивала на страну третьего мира и до пандемии до всех этих противостояний протестов сейчас же семимильными шагами они направляются вниз до этого их постоянно все время динамично целенаправленно подталкивали к краю пропасти теми законами теми ну в общем всем тем что здесь в америке делалось подталкивали их краю пропасти могу привести такой знаете аналогию что я я наблюдаю здесь очень много толстого просто жирных больных толстых людей они толстые по определенной причине что их государство травят фастфудом генномодифицированными продуктами не генномодифицированные продукты купить практически невозможно это стоит очень дорого а соответственно невозможно то есть нация нацию травят гробят убивают а потом я могу увидеть знаете какие-то большая реклама такие билборды где написано что вы можете похудеть там на 50 паундов там кто-то похудел на 100 паундов это также стоит денег эти это все лечение стоит денег это лечение также приводит приносит вред здоровью то есть с какой стороны не крути отравят гробят со всех сторон сначала из-за политики стороны люди жареют и заболевают потом их же добивают еще с другой стороны теперь я хочу обратиться к людям которые сейчас протестуют беларуси вы посмотрите что творится в америке американская элита она не во грош не ценит собственный народ своей борьбе политической борьбе они они решили довести страну просто до до катастрофы их не волнует что будет с этим быдлом с этим народом их волнует только собственная кормушка собственная власть и обицы если они так поступают собственным народом как вы можете верить этим людям что они позаботятся помогут как-то повлияют в лучшую сторону на ситуацию у вас в вашей стране неужели вы настолько наивны я приведу пример на мой взгляд очень такой типа знаете как как притча в библии притчами там для для улучшения восприятия того послания которые хотели дать использовали притчи так вот представьте ситуацию что вы семья живете в многоквартирном доме ну скажем на седьмом этаже и у вас на первом этаже живет другая семья такой вот неблагополучная семья такой вот муж в этой семье здоровый любит это дело опасные постоянно лупят свою жену имеет оружие угрожает семье семье жене гоняет ее она бегает по подъезду орет плачет он ее лупит никто ничего не может с этим сделать этот товарищ используя свое оружие уже ограбил много ваших соседей на втором на третьем на четвертом на пятом этажах ограбил гнобит всех достает всех и вот как вы думаете можете ли вы общаться с этим человеком можете ли вы строить с ним бизнес иметь какие-то там отношения я думаю что здесь вам было бы ясно и понятно что с этим человеком от этого человека надо держаться подальше никаких дел с этим человеком иметь нельзя потому что ну потому что вы видите как пострадали другие соседи ваши если вам понятно это в этом вопросе в этом примере то почему 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 вы не можете также понять что будет то же самое масштабе страны эти все соседи это другие страны а этот ненормальный вооруженный психопат это как раз сша и вот этот вот западный партнер никогда не будет думать о вас о ваших детях так как он гоняет собственную жену и собственных детей аналогия с народом поэтому задумайтесь об этом я думаю здесь есть что обсудить мне хотелось бы чтобы вы мне написали ваше мнение я слышал что собираются в беларуси провести референдум для того чтобы люди высказали свое отношение к возможности интеграция белорусского общества в российскую федерацию как вы считаете будет ли положительный будет ли во первых проведен этот референдум и какой я не буду говорить положительный ответ отрицательный но какой будет реакция народа если будет такой референдум также мне интересно какая будет реакция российского народа на подобный референдум на подобные события обсуждайте данную тему с уважением к вам пм а 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 Продолжение следует...